И мне очень понравилось, что это средство впитывается довольно-таки быстро, и кожа становится увлажненной, но при этом масляных следов на руках не остается. Невелика косточка, нет? Невелика? Девчонки, всем привет! Едем по делам. Хочу показать вам, что бывает, когда в дальнюю дорогу берешь с собой собачку. У меня одно желание. Машину катится, хочется сжечь. Посмотрите, что происходит в машине. Я не знаю, когда вам нужно убрать. Это просто вот так вот это выглядит, когда вы с собой берете корги. Вот так. Вот так салон превращается в валенок. Это просто невозможно не показать. Это, конечно, феерично. Так что, девчонки, начинаем с вами новый влог. Как обычно, наливайте себе что-нибудь вкусненького и приятного просмотра. Что мы в этом влоге точно сделаем, так это я вам покажу свой заказ из Фаберлик. Я снова решила заказать некоторые товары, попробовать новинки. Вот. Расскажу вам одно там разочарование у меня есть. Взяла кое-что на подарочки. Взяла для совки шампунь, собственно, ее желательно искупать сегодня. Не хочу везти к Громеру, хочу просто после дороги ее искупать, потому что она извозюкалась, конечно, знатно. Вот. Помимо того, что извозюкала машина, еще и сама вся такая же. Еще раз приятного просмотра. Севка! Привет, морковка! Привет, моя морковка! Севка! Тут у нас выяснилось на днях, что иногда у нашей совочки включается режим Степочки. И все, что она косячит, это косячит не она, а косячит Степан, да? Не велика косточка, нет? Не велика? Что за мусор ты тут притащила? Сейчас покажу упаковку, и если осталась ссылка, добавлю вам ссылку на вот эти косточки, которые неубиваемые. Вот взяли упаковку, заказывали на Вендберрис, и эти косточки, вот такую одну, она ест дня 3-4, наверное. Ну, то есть я там убираю периодически, возвращаю ей. До этого она могла съесть вот такую косточку буквально за полчаса. То есть качество имеет место быть. Поэтому, если вам такие косточки актуальны, но я добавлю в любом случае, смотрите, в описании будут, как всегда, полезные ссылки. Сейчас еще корм покажу, который мы кушаем. Да? Так, корм у нас вот такой. Акари Киар Делюкс Холистик. Вот, гранулки С маленькие мы берем. Запеченный корм, телятина. Неплохой состав, все хорошо, ей, в принципе, нравится. Больше всего ей нравится ягненок, но ягненка не было, взяла вот такой вот. Здесь 1,2 килограмма, и вот на этом корме, не знаю, на всех или нет, но на этом, по крайней мере, после вскрытия заводской упаковки 15 дней при температуре от 0 до плюс 15. Вот. Достаточно маленький срок хранения, поэтому я беру маленький объем, 1,2. Большими упаковками не покупаю. И вот этот корм я, собственно, после вскрытия пересыпаю в пластиковый контейнер. Сейчас покажу. Я брала его в фикс-прессе, он стоит закрытый, ну и, соответственно, мерный стаканчик, которым я, собственно, ее и кормлю. Вот. Это для тех, у кого были вопросы по поводу кормословки. А вот сейчас мы на таком. Вот такой у нас контейнер пластиковый, пищевой. Как уже сказала, брала его в фикс-прессе. У него большой объем, и как раз вот под завязку входит вот эта упаковка на 1,2. Нам ее хватает, ну, где-то на неделе 3 точно хватает. Неделе 2,5-3. Вот. Поэтому, ну, хорошую форму могу посоветовать. Девчонки, если что, приобретайте. Нравится собачке, она кушает все хорошо, хотя она у нас такая вредная, капризная, малоешка. Вот это называется вы за ужином. А мне ничего не даете. Сами жрете вкусняшки. А у ребенка голодный оморок. Голодный оморок, Софа. Да, голодный оморок. Разочарованием стала вот эта тушь. Недавно тоже ее заказывала. Я брала ее многократно, ранее, до этого. И мне она безумно нравилась. Я прям нашла в ней замену моей когда-то любимой туши Мирси от Вивьен Собой. Здесь тоже силиконовая щеточка. И она делала очень-очень такие яркие, красивые ресницы. Но прошло время. Я даже помню, я рекомендовала вам ее тоже. Девчонки, вы покупали и были довольны. Прям вообще-то была очень классная тушь. Но сейчас, по всей видимости, изменили формулу. И эта тушь стала абсолютно другой. Она стала такой, которая, знаете, водостойкая и снимается чулочком. То есть она вот прям конкретно такая, знаете, на лето и для каких-то водных процедур, наверное. Здесь такого эффекта с ресничками сейчас не добиться, как был раньше. Причем ничего об изменениях на самой туши не указано. Я смотрела как на сайте, так и здесь. То есть то, что она стала водостойкой и совсем другой формулой, нигде нет такой информации. Поэтому вот в этом плане я и так подрастроилась. Больше заказывать точно не буду. Мне такой вариант не подходит. Так что имейте в виду, если тоже когда-то эту тушь любили, она изменилась. Ну что, девчонки, давайте похвастаюсь своим заказом из Фаберли. Расскажу, почему я заказала и что. Зашла, увидела, что есть довольно-таки много новинок. И мне стало любопытно. В общем-то, я решила сделать небольшой заказ для себя и для своих близких. Вот смотрите, появились вот такие, увидела, что есть вот такие вот таблетницы у Фаберли. А я уже говорила, если вы меня смотрите, то знаете, что я сейчас принимаю очень много витаминов всяких разных. Я стараюсь подобрать для себя таблетницу. Мне вот эта понравилась очень своим цветом. Она такого приятного цвета Тиффани. У вас чуть-чуть другой оттенок. Но на самом деле он красивый тот и другой. И тот, что у вас на видео, и тот, что в реальности. В реальности чуть более зеленый. На три отсека. На день, в принципе, будет достаточно. Видите, здесь достаточно большие отсеки. И вот эти разделители можно убирать. Видите, да? То есть тоже классная задумка. Мне нравится. Потому что, ну вот, допустим, сейчас я принимаю прям много витаминов. И здорово, что разделители можно убрать. Я принимаю утром и вечером. В принципе, с учетом того, что их много, я могу вообще оба разделителя убрать. И, кстати, к примеру, на вечер себе сложить сюда витамины и спокойненько ехать куда-то с ними. Либо пользоваться сразу двумя. Ну, то есть она удобная. Вместе с тем, что она вместительная, эта таблетница, она еще и немного места займет. В принципе, можно бросить даже в сумочку. Вот. Поэтому я прям скайпом взяла. Буду пользоваться. Нравится. Мне такая классненькая, стильная. Кружинка здесь тоже такая металлическая. Ну, думаю, какое-то время должна неплохо прослужить. Вот. Это все, что я хотела сказать про таблетницу. На всякий случай взяла две. Это относительная новинка. Думаю, ну, мне пригодится. Может быть, еще кому-то задарю. Следующее, что еще мне было любопытно попробовать. В силу того, что у меня есть такая особенность кожи. Иногда зимой прям сохнет сильно. И кутикула оказывается такой, знаете, сухой, шелушится. Это мне не нравится. Обычные масляные средства для кутикул я не очень люблю. Потому что они, ну, везде оставляют жирный свет. Я посмотрела вот на это. Это что у нас? Масло амаранта, наверное, да? Судя ломких поврежденных сухих ногтей. И кутикулы. Нежная гелевая текстура. Масло миндаля. В общем, что я вам могу сказать? Во-первых, выглядит очень-очень красиво. Посмотрите, да? Ну, шикарно. Вообще здорово будет смотреться на туалетном столике. И на маникюрном столике. Вообще отлично. И мне очень понравилось, что это средство впитывается довольно-таки быстро. И кожа становится увлажненной. Но при этом масляных следов на руках не остается. И нет жирного вот этого ощущения, неприятного, когда ты видишь, что у тебя все блестит и в масле. Здесь прям классно. Мне очень подходит. Мне понравилось. Артикулы я оставлю вам в описании под видео. Проходите, смотрите. Вот это масло просто бомба. Просто прям вот классное. Мне очень понравилось. Первый раз. Я прям удивлена. Честно говоря, следующая штука, которая мне также понравилась. Это вот такой вот сухой шампунь для брюнные, так и для темных волос. Я покупала не единожды сухие шампуни. Это был Батист, что-то еще. Но все они оставляли белый след. И, естественно, мне это не нравилось, потому что волосы темные. Ну и как это вообще ужас. А еще я помню, что у меня в тот момент был красный матовый маникюр. Я запустила пальцы в волосы, в руки, да, как я это обычно люблю делать, поправить волосы. И я обалдела, когда я увидела на своем матовом маникюре белый прям след от этого шампуня. И вообще с того момента я все выбросила и больше не пользовалась. Тут я увидела, что есть для темных волос. Я попробовала. И, девчонки, да, действительно, это так и есть. Я попробовала сначала распылить на руку, просто увидеть, имеет ли он какой-то темный оттенок. Правда. Он такой темно-коричневый, знаете, цвета какого-то таупого, что ли, вот что-то такое. При высыхании чуть-чуть светлеет, но когда вы расчесываете волосы, след и вовсе пропадает. Я его взяла не столько с целью для очищения волос, потому что я их и так мою каждый день, сколько с целью для какой-то укладки и придания прикорневого объема, да. Но если мне вдруг захочется все-таки прекратить волосы мыть каждый день, то для этого переходного периода как раз вот такой сухой шампунь мне очень-очень и пригодится. Вот. Тоже оставлю вам артикул. Если мучились тоже с такой проблемой, что вам не нравится вот этот белый налет на волосах, который полностью все равно не вычесывается, кто бы там как говорил, у меня не получается его убрать полностью, то вот это средство вам подойдет. Здесь 125 миллилитров. Мне прям понравилось. Классно. Чуть-чуть про красоту. Так, на презентики новогодные взяла вот такие два крема. Фаберлик зима, крем для лица, рук и тела. Я знаю, что кремы вот Фаберлик, они нравятся даже моей маме зачастую. Они не оставляют какого-то слишком-слишком яркого запаха и со своей задачей справляются. Поэтому взяла кремы, я не вскрывала, не пробовала, но надеется, что они понравятся. Что я уже пробовала не единожды и тоже вам могу рекомендовать. И рекомендовала миллион раз. Это вот такой гель для душа. Грушевая парфе. Он великолепен. Я просто обожаю этот аромат. Он очень-очень вкусный. Мою кожу не сушит. Пахнет очень приятно. Принимать ванну с ним, ну, одно удовольствие. Классные тоже артикулы будут в описании. Два вот таких вот крема взяла. Гель для тела с ядом гадюки. Так, он у нас что делает? Для ухода за кожей и тело. Способствует повышению упругости, эластичности и тонуса кожи. До полного впитывания. Буду пробовать. Тоже пока еще не пробовала. Это аптечная линейка Фаберлинг. Здесь у нас сколько граммов? 50 миллилитров. Если вдруг вы пробовали, дайте свой отзыв. Я пока еще не знакома с этим продуктом. Но вот эта серия Эксперт Фарма мне всегда нравилась. Буквально вот все продукты, наверное, процентов на 99 мне подходили. Еще взяла, появилась вот такая вот новиночка относительная. Соль для ванны с пенкой. Мне прям вот интересно. Молоко и мед. Так вот я сейчас, когда их доставала из коробки, слышу приятный аромат. Но еще в деле не пробовала. А я очень люблю принимать ванну не только с солью, но еще и с пеной. Знаете, так сразу все удовольствия одновременно. Вот эту хочу попробовать. Потом, скорее всего, дам свой отзыв. Пока что не готова. Взяла на пробу две. Надеюсь, что понравится. Так, взяла даже кое-что из декоративной косметики. Начиталась отзывов. И сейчас буду рассказывать, что попробовала, что нет. Значит, первая. Смотрите, вот такая тушь. Я взяла две. Одну уже вскрыла. Вторая пока что есть. Это на подарок у меня здесь указано, что тушь с эффектом нарощенных ресниц. Кисточка здесь силиконовая. Все с ней хорошо. По цвету, по ее каким-то свойствам все нормально. Но слишком прям драматичного взгляда вы с ней не добьетесь. Да, это будет эффект нарощенных ресниц. Она действительно реснички неплохо разделяет. Но это будут, знаете, какие реснички? Не кукольные. Это будут просто вот такие, ну как сказать вам, в объеме 2D, наверное, не больше. То есть, если вы хотите прям драму-драму, такие яркие, черные, густые, там вот уплотненные хорошенечко реснички, то это не к ней. Здесь будет эффект, ну, скажем так, средний. Но тушь неплохая. Посоветовать, в принципе, могу. Артикул будет в описании. Теперь по поводу теней. Вот такая вот палетка появилась. Так вот она выглядит. I wish. Да. Здесь 20 оттенков. Смотрите, какие красивые. Прям вот новогодние, праздничные, праздничные. Есть матовые оттенки. Есть шиммерные. А есть прям вот блеск-блеск. Давайте посмотрим какой-нибудь просто шиммерный вот этот, например. Вот очень красивый, такой розовый. Прям красивый-красивый. Мне нравится. Песок золотой. Тоже красивый. Они прям переносятся на кожу хорошо, я вижу. Мне нравится. Есть тауповые оттенки. Есть для растушевки. Прям вот классные. Мне прям очень-очень нравится. Только вот этот цвет. Меня прям даже интересует. Какой красивый розовенький цвет. Прям очень приятный. Такой какой-то, знаете, похожий немножечко на румяна. Но при этом это красивые-красивые тени. И вот такие прям блестяшки-блестяшки. Но вот эти блестяшки явно нужно наносить. Видите, они как фольга прям. Как слюда. Тоже очень пигментированная. Их, вероятнее всего, нужно наносить все-таки на базу. Иначе они не перенесутся, мне кажется, навека. Но я макияж еще с ними делать не пробовала. У меня все только впереди. И вот такие прям блестки-блестки. Вот они, видите, какие. Прям вот это блеск-блеск. Но набирается неплохо, я вам могу сказать. Но 100% нужно будет вот эти блестяшки наносить на хорошую какую-нибудь базу. У меня есть от Nars. Думаю, что как раз она мне и пригодится. Ну, красиво. Красиво, девочки, красиво. Удивил. Фаберлик, честно. Я прочитала большое количество очень-очень положительных отзывов на тему этой палетки. Девчонки прям восторгались, кто покупал. Говорили о том, что вообще не ожидали такого от Фаберлика. Я вам могу по оттенкам сказать, что действительно здесь очень удачно подобраны оттенки. Прям вот очень удачно. Потому как у меня есть с чем сравнить. У меня есть много дорогих палеток. И не всегда даже в дорогих брендах бывает удачное сочетание цветов. Вот это мне прям нравится. Ну, нравится. Ничего с этим не могу поделать. Классные. Сообразить можно прям очень много разных вариантов макияжа. Вот такой бальзамчик себе из косметических средств. Такой вот малыш. Блазовый кристалл, я так понимаю. Вот так вот выглядит эта красота. Меня вы часто спрашиваете, что у меня на губах. Вы знаете, я не очень люблю какие-то яркие помады. Чаще всего у меня это либо какие-то масла. В последнее время это помада масла от Clorance. Одна из самых моих любимых. В ноль втором оттенке. В тюбике таком красивеньком. Но решила вот взять и такое масло. Попробовать от Faberlic в качестве какой-то гигиенической помады. Пахнет приятно. Чем-то похожим на клубничку. Не могу пока что дать полноценный отзыв. Потому как пользовалась ей буквально пару-тройку раз. Но и ничего отрицательного по поводу нее тоже сказать не могу. Ну, артикул ищите в описании. Пришла к нам гость. Итак, девчонки, ну и на сладкое. Смотрите, сейчас я вас порадую и расскажу вам, как вы можете при заказе очень-очень сильно в десятки раз сэкономить. Когда делаете заказ, у вас обычно в конце, когда уже все, вы подтверждаете заказ, при формировании выпадают скидки и акции. И часто бывает такое, что есть такая графа, где скидки до 70%. И я тут решила зайти посмотреть, что там есть, что вы думаете. Полистала, полистала и нашла белье, которое вот в 10 раз дешевле, чем оно было. Вот такого плана белье я уже брала. У меня был целый комплект синего цвета. И я от него была просто в щенячьем восторге. Невероятно классное качество. Просто вот, ну девочки, выше всяких похвал. Вообще совсем за другую стоимость я обычно приобретаю такое качество. Здесь же, вот каждый из этих моментов стоил мне около 80 рублей. То есть, ну блин, у меня просто нет слов. И я довольна до безобразия. Я все... Вот этот точно у меня был только в другом цвете. Вот этот тоже был. Все цвета были в наборах только тогда. Я отдавала за них совершенно другие деньги. Сейчас, ну вот как бы до 100 рублей. И вот такие еще белые и черные. Белья много не бывает. Поэтому, девчонки, вот прям советую, когда будете делать заказ, обязательно проходите и смотрите, какие у вас уже в итоге, когда будете подводить итоги по заказу и оплачивать в корзине, смотрите, какие там будут акции. Проходите, листайте и что-то себе добавляйте. Просто довольно как слон. Очень рекомендую вам тоже присмотреться. Так, ну что, на этом все. Еще раз повторю, ссылка для регистрации и артикулы каждого товара, которые я сегодня вам показывала, будут в описании под этим видео. Проходите, смотрите, регистрируйтесь и покупайте, экономьте, пользуйтесь классными товарами за недорого. Вот, все. Я на этом с вами прощаюсь. Говорю вам всего доброго. Спасибо за внимание. Пока.